Сегодня мы очень много говорим о различных благотворительных проектах. И в конце года, в завершении декабря, их становится все больше. Это прекрасно. Благотворительный проект по оформлению больниц постерами с ангелами мира. Вот такой стартовал сегодня у нас. Давайте познакомимся. Наталья Яценко, директора международного арт-проекта «Ангелы мира» и пиар-директор Олега Робда. Доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, вы нам уже успели рассказать, что хотели привезти сегодня в программу показать нам и нашим зрителям оригинал одной из картин, да? Да. Но не вошел в автомобиль тот самый оригинал. Поэтому будем говорить о копиях и вообще о таких работах, которые находят себе место в разных больницах и клиниках. Правда же? Ну, по сути, все правильно, что постер, по крайней мере, к вам приехал, поэтому это то, о чем мы как раз говорим, и ради чего собираются средства, для того, чтобы именно такие постеры появились в больницах, для эмоциональной поддержки как людей выздоравливающих, так и медперсонала. Поэтому, ну, наверное, логично, что картины на выставках, а постер приехал сейчас для темы нашего разговора. Олег, вы пиар-директор, каким образом пытаетесь вовлечь в этот проект, да, неравнодушных, ну и рассказать всем остальным, что это из себя представляет? Ну, у нас буквально вчера открылась выставка в Доме офицеров, где оригинальные картины, да, вот, и туда можно прийти, посмотреть, как вообще выглядят оригинальные картины, и вторая же выставка у нас работает во Дворце труда и согласия, это постоянно действующая выставка, куда люди могут прийти, посмотреть, как выглядит сама большая картина, да, оригинал, и, в принципе, когда они узнают о проекте и о картинах, можно прийти почитать, вот тогда эмоционально срабатывает такая изюминка, когда что можно там, узнаю о благотворительном проекте, что можно оформить в больнице, люди тогда уже отвлекаются, и... А что за авторы? Откуда эти картины? У нас сейчас уже в проекте 319 работы из 25 стран мира, и художники, то есть, в принципе, вся Россия-то точно представлена, но вот из 25 стран художники у нас участвуют в проекте. Ну, и нужно сказать о том, что у нас истоки проекта именно связаны с выздоровлением, то, что делал проект, художница Красноярская Юлия Иванова в период тяжелой болезни стала каждый день рисовать ангелов, благодарна за прожитый день, за возможность видеть своего маленького сына, то есть, это был такой собственный духовный путь выздоровления. И она за год написала 365 ангелов, получается, одна такая большая картина, она благополучно поправилась, и много лет уже рисует ангелов для других людей, в творчестве есть и другие темы, но это такая вот основная, которая... она передает свое тепло и любовь тем, для кого образ ангела очень важен. И это была ее идея — собрать 365 художников, теперь уже с разных городов и стран, чтобы они написали своего ангела-хранителя, получился такой своеобразный календарь ангелов, 365 картин, посвященный этому образу. И у каждой картины есть истории, на постерах она тоже будет. Художники еще немножко рассказывают о том, что послужило вдохновением этой картины, или это история преодоления. У нас есть, кстати, очень много художников, но достаточно большой такой пласт работ, в которых именно рассказывают о их тоже пути выздоровления, преодолении каких-то сложных заболеваний. И даже четвертой степени онкологических заболеваний через творчество люди находили вот этот путь к жизни. Но ваш проект таким людям, которые сейчас диагностировали им это заболевание, он как им может помочь? Да, вот мы сейчас как раз опубликовали один из постов в Фейсбуке и в наших остальных соцсетях для того, чтобы показать этот механизм, что человек находится в отчаянии, он не знает, какое сейчас решение должно быть, потому что это всегда такая тема, которая обрезает существующую жизнь, и ты находишься, по идее, один на один с вот этим состоянием, и тогда сознание цепляется вообще за любой образ, который как-то дает вот эту подпитку эмоциональную, что же делать дальше. И когда ты попадаешь в больничные стены, белые, холодные, когда ты в панике, в зверином страхе находишься, потому что непонятно, что тебя ждет, то любой такой вот созидательный, светлый образ, он выступает как знак, как такая эмоциональная поддержка. А если там еще есть история, что это картина художника, который сам этот путь прошел, и что все будет хорошо, у нас картины некоторые называются «Все будет хорошо», и тогда это такие якоря, которые помогают вот ту же половину пути к победе, к победе жизни пройти, потому что я сама просто по себе знаю, что у меня тоже были очень тяжелые состояния, и мне было важно это увидеть, что вот есть какая-то еще помощь помимо врачей, и у людей это так и срабатывает. То есть это эмоциональная поддержка, и все будет хорошо. Здесь есть ангелы, здесь есть жизнь. У нас есть картины, где дети, где какие-то яркие события. У людей есть зацепки для того, чтобы жить дальше. И даже проходя очень тяжелые реабилитационные периоды, просто проходя по коридору и видя жизнь, и видя победу жизни, это помогает. У нас очень много отзывов, и вот в том же онкологическом центре Андрей Модестов говорил, что они тоже удивлены тому, что какое большое количество откликов получили и от врачей, и от пациентов, потому что это работает, это важно, мы в это верим и видим это на практике. Поэтому очень-очень хотим, чтобы очередной проект, который вот сейчас стартовал, до конца декабря мы средства собираем, для того, чтобы еще один из корпусов онкологического центра оформить. А если кто-то хочет, можно любую больницу вот сейчас выбрать, выбрать для нее картины, и сделать это такое важное дело, потому что медики у нас сейчас берут огонь на себя. Не останавливайтесь. Ну а всех неравнодушных, кто вообще может быть слышал об этом или сегодня впервые узнал от наших гостей, ищите в социальных сетях, находите, не будьте стороне, принимайте участие и помогайте. Проекту Ангелы Мира, да, именно по таким словам вы и найдете на просторах социальных сетей и вообще сети интернет информацию об этом проекте и можете присоединиться. Вам большое спасибо и до новых встреч. Спасибо большое.